Тема, которую я хочу сегодня поделиться, о чем я хочу сегодня поговорить, мы верим в Божью благодать и традиционный взгляд на благодать это что-то, что человеку достается незаслуженно, то есть не заработав, не заслужив. То есть получается, что по сути человек не достоин был оказания каких-то ему услуг, если таким языком говорить, то есть у него не была заплачена определенная цена, чтобы ему эти услуги оказали, чтобы расположение такое было, чтобы помощь какая-то приходила. То есть у человека не сделал ничего, чтобы с ним подобные вещи происходили. И ему оказана благодать, то есть незаслуженно он это получил, не заслужив. И это самый традиционный взгляд на благодать. Когда вы спросите любого человека, ну скажем, не любого, а скажем, вот сделаете опрос по церквям с теми людьми, кто веровал в Иисуса Христа, и вы спросите, что такое благодать, вы чаще всего услышите ответ. Нет, это незаслуженная милость, это незаслуженно что-то тебе Бог оказывает, определенное расположение к тебе. И это самое распространенное. И это такой поверхностный шаблонный взгляд, с которым большинство христиан, они даже глубже не идут, чтобы осмыслить этот термин, глубоко изучить вообще, что такое благодать. То есть погрузиться в Слово, в Библию. И вообще сегодня у нас столько всяких источников. Вот у меня только в моем гаджете, в моем телефоне 4 или 5 видов электронном виде Библии. Сейчас одна, Рита где-то раскопала там вообще столько переводов разных, толкований, комментариев. Там даже сейчас произошло обновление у этой программы, даже по-моему туда они вставили искусственный интеллект частично. И ты уже можешь спросить, места писания про надежду. И там тебе будет, чуть ли не проповеди будут выходить. Но симфонии сегодня разных, даже в напечатанном виде много разных таких пособий, которые помогают нам глубже изучить определенные термины, определенные какие-то обещания Бога, о чем это, и послушать это в контексте определенном. Так вот, вот этот вот поверхностный взгляд для большинства людей, они даже глубже не будут изучать. А многим вообще это нравится, да, когда о благодати говорят, что тебе ничего делать не надо, Бог уже все сделал. Это вообще, это же, это то, о чем мы давным-давно сильно верили, что настанет коммунизм. И кто-то сравнивает, что рай, это вот то, что коммунизм обещал нам. Но на самом деле, благодать, это не вот про это, не про лентяев. Та же самая Библия говорит, кто не работает, тот не ест. И это уже конфликт для благодатников. Вот есть такое учение, такие суперблагодатчики там и все такое. Кто не работает, тот не ест. То есть, Павел, ты ошибся, то есть, ты там посланник благодати, потому что в его посланиях очень много, говоря язычникам о благодати, он много очень говорит про благодать и учит про благодать. Он говорит, благодатью я есмь то, что я есмь. И, впрочем, говорит, не я потрудился, а благодать Божия потрудилась во мне. И тут же он учит пастора определенной церкви и говорит, кто не работает, тот не ест. А что, нельзя получить по благодати? Завтрак, обед, ужин и полдень, как компот. А еще все остальные дополнительные, нам и десерты нужны, нам и то надо, и это надо. Нам все хочется, а все можно вот так по благодати. А Павел конкретно говорит, кто не работает, тот не ест. И сама по себе Библия, ее нельзя, вырвав из контекста один текст, сделать из этого выводы о чем-то. Нам нужно иметь обширный ум, как про Соломона написано, у него был обширный ум. То есть он мог о многих понятиях рассуждать глубоко, с разных сторон, в разном контексте, в разных обстоятельствах, изучать и давать этому какое-то определение и делать определенного рода выводы. Так вот, я верю, что мы за этот год, мы разберемся в этом, потому что без благодати, ну, христианство невозможно представить, избегая благодать. Но и имея ложный взгляд на благодать или неполный взгляд на благодать, можно в другие дебрях заблудиться. Поэтому надеюсь, что вы уже что-то получаете за эти месяцы, первые месяцы 2024 года, и вы уже получаете много каких-то познаний, которые укрепляют вас и создают определенного рода убеждения. Потому что мы должны быть люди с корнями, чтобы нас было трудно вырвать из каких-то ценностей, убеждений. У нас должны быть корни, укорененное слово, укорененное. Оно должно пустить глубокие корни, откровение. Это не что-то, что легко забрать у человека, откровение, оно захватывает его дух, душу и тело. Оно захватывает весь его разум. Поэтому Писание говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это не говорится об одной какой-то части. Это когда вся твоя жизнь захвачена любовью Бога. Вся твоя жизнь. И в твоем разуме есть объяснение любви. И твои чувства переполнены любовью. То есть ты полностью погружен в это. Так вот, говоря о благодати, я хочу сегодня говорить о трех очень важных терминах, которые нам в них нужно разобраться. Это такое слово, как власть. Такое слово, как полномочия. И такое слово, как сила. Потому что у этих трех понятий есть разный взгляд. Вернее, разный смысл. Это иногда люди совершенно не разводят это в сторону. И вот об этих терминах мы посмотрим через понятие благодати. Итак, сила, власть и полномочия. И давайте мы начнем с власти. Иоанна. Так, Евангелие от Иоанна. 17-й, 18-й стих. 10-я глава, 17-й, 18-й стих. Мы будем слово власть рассматривать не с точки зрения государственного термина, что обозначает власть в государстве. Мы будем рассматривать власть... Давайте мы прочитаем, и я пойду в это рассуждение. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отменяет ее, не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. И мы будем рассматривать власть, как право или свобода, которую имеет каждый из нас человек, что-то разрешать, а что-то запрещать. Возможно, я в одной очень умной книге однажды прочитал, что человек там изучал одну компанию, и он приехал консультировать глав этой компании. А потом он, когда возвращался уже оттуда, он проходил мимо склада, и там стоял обычный сотрудник, работник этой обувной фабрики. Это была обувная фабрика. И он подходит к этому человеку, он такой очень общительный, ему очень интересно, когда он служит или помогает кому-то в компании разобраться, усилить их компанию. Он общается как можно большим количеством людей, причем на разных уровнях, когда люди находятся. От руководителей до людей, которые находятся, скажем, может быть, на исполнителей каких-то, или тех, кто трудится там, может быть, в технических каких-то моментах. То есть от высших эшелонов до самых низших эшелонов. И вот он разговорился с этим человеком, и он говорит, как вы вообще здесь, как вам здесь работается? И он там начал жалобиться о чем-то и все такое. И он говорит, ну хорошо, вот если вы с чем-то не согласны, что вы делаете? Как вы, ну как-то высказываете эту несправедливость? И тогда этот мужчина на складе показал, он говорит, мы берем две пары обуви разных размеров и в одну коробку кладем. Или два правых, или два левых. У этого человека нет полномочий, но у него есть власть. И вот мы можем, я как руководитель, я могу принимать кучу решений. Ребята, будем сейчас вот это делать. Но где-то лидер начинающей домашней группы, он решил, что он не скажет то, о чем говорит пастор. У него есть власть надо мной. У наших звукорежиссеров вообще такая власть есть. Испортить не все служение. Поэтому Игорь самый важный человек в церкви. Как минимум в воскресенье. Если кто-то из нас, проповедников, ему вдруг не понравится, он просто выключит все и уйдет. У него нет полномочий, но у него есть власть. Разрешить или запретить. У сына, у дочери, у детей есть власть над родителями. Они могут просто не делать то, что родители говорят. И вот эту власть очень трудно забрать. Она дана человеку. У любого из нас есть власть. И власть как разрешать, одобрять. Или запрещать и наказывать. И вот эта власть, она дана каждому из нас. И вопрос в том, как я этой властью буду распоряжаться. Все зависит от того, какой я человек внутри. Как я мыслю. Чем я ценю. В чем я воспитан. Если подумать, дана ли мне эта власть по благодати. Да, она дана по благодати. Я ее не заслужил. Мне это право дано не потому, что я хороший или плохой. Просто потому, что я человек. Бог создал нас с правом выбора и людьми со свободной волей. Я говорю сейчас в контексте не государственной власти. Никогда в руках власти есть силовые структуры, есть судебные различные органы и тому подобное. Мы сейчас не рассматриваем это, потому что мы сейчас в церкви, и мы не рассматриваем сейчас государство, как оно устроено. Но мы рассматриваем человеческий образ поведения. Как люди мы ведем себя. Следующий термин, который мы рассмотрим, это полномочия. И о полномочиях мы рассмотрим послание к эфисянам, 4 глава. Мы сейчас все коротко так пробежим, а потом пойдем в рассуждение небольшое и к выводам определенным. Итак, к эфисянам, 4 глава. 7 стиха. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему сказано, «Восшедши на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, не шедши он же и восшедши превыше всех небес, дабы наполнить все». И он поставил. Он дал благодать. Он поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, четвертых пасторами и учителями к совершению святых на дело служения. И вот это слово «поставил» или «дал благодать», оно использовалось в таких словосочетаниях. Давать, отдавать, подавать, выдавать, раздавать, наделять, уступать или позволять. Полномочия – это когда человеку передается определенное право и наделяют его определенными полномочиями совершать определенное руководство или выполнение каких-то функций, какого-то труда. Полномочия уже привязаны к статусу. Именно к полномочиям привязано помазание. И в данном случае он уполномочил одних быть апостолами, других – пророками, третьих – евангелистами, четвертых – пастырами и учителями. Он дает это право и эти полномочия, чтобы люди в этом служили и выполняли определенные действия по отношению к тем людям, которым они служат. Итак, власть есть у всех, но полномочия есть не у всех. У нас разные полномочия. Разные полномочия у родителей в семье и у детей. Разные полномочия у руководителя организации или какого-то вида деятельности какой-то. и у людей, которые были наняты на работу в этой организации. Разные полномочия у руководителей в церкви и у тех, кто пришли и спаслись в церкви. У нас полномочия разные. Это не для всех. Здесь уже происходит определенная избранность. То есть полномочия не даются всем. Полномочия выдаются людям в соответствующие с их даром или их предназначением или небесным избранием. И когда люди к этому термину привязывают и говорят «Да мы все одинаковые». Нет, вот в этом смысле мы не все одинаковые. У нас происходит различие. Тот, кто основал компанию и тот, кто был нанят за определенную заработную плату, они не могут быть одинаковыми и не могут быть равными. Ну, знаешь, Бог даст мне это, я не заслужил этого. Нет, ребят. Чтобы развить огромную компанию или любое предприятие, или церковь в том числе, служение какое-то, для этого нужно много трудиться в этом. Быть верным в малом. Смотрите, идея верный в малом Бог поставит над многим. Где здесь не заслужено? Где здесь этот привычный термин благодати, который все счастливые, такие воздушные люди говорят «Да мы все одинаковые». Нет, ребят. Есть вещи, в которых мы одинаковые, а есть вещи, в которых мы очень разные и имеем разные статусы, и разные наделения, и разные полномочия. И они, и к этим полномочиям разное помазание дается. Помазание – это божественное, сверхъестественное проявление. Ну вот, к примеру, давайте представим, кафедра – это некий источник энергии, совершает что-то работу, и вокруг нее есть радиус, на который вдруг этот прибор действует. И вот все, что происходит в радиусе вокруг этого прибора, вот это называется помазание или сверхъестественное доказательство или проявление Божьей силы, возможности, которые у Бога есть. И вот когда Бог ставит человека, как корона Он поставил священникам, и Он сказал, теперь, как только мы Его утверждаем в этом и даем Ему полномочия входить в святое святых, совершать, священно действовать в скине и собрании, с этого момента, прежде чем Он туда зайдет, Его надо мыть кровью, очистить Его, принести жертвы за грех, сделать там несколько видов приношений, а потом Его нужно помазать илеем. И после чего Он должен семь дней находиться там возле скини, по-моему, и семь дней Он должен находиться в этом святом присутствии. И после этого Он имеет право приступить к Своим обязанностям. Это целый обряд был, целый такой процесс, в котором Его уполномочили, и теперь уже люди, когда в Ветхом Завете, когда они делали что-то неправильно, куда они шли? Они напрямую шли в святое святых, им туда нельзя было, у них не было допуска, они не были уполномочены приходить туда. Но кто туда имел право войти? Священник. Причем не просто прогулочным шагом, не просто в любой день, не просто как Ему хочется, а у Бога было четкое понимание, как, когда, что должно было произойти с Ним, и Он имел право и доступ пойти в славу, пойти в святое присутствие, чтобы принести туда жертву за грех всего человечества, всех людей, чтобы получить оттуда благословение и вынести его к народу. Это не мог делать любой человек. И здесь уже незаслуженность, она чуть-чуть по-другому проявляется. Когда люди начинают здесь равнять, да мы все один, нет, мы, вот здесь начинается различие, и благодать в данном контексте, она чуть по-другому проявляется. Благодать к личности, почему к человеку, которого Бог уполномачивает, проявляется, но не равняет нас со всеми остальными. В этом труде я имею в виду. К нему, потому что человек грешен, и человек несовершен, и ни один человек не может заслужить таких полномочий, такого права сам по себе. Ему это дано по благодати. Но это должно вызывать у других уважение, трепет и благоговение к тому, что Бог данного человека избрал, и он его уполномочил. И не пытаться его равнять со всеми обычными людьми. И это не потому, что это какие-то суперлюди. Нет. Из-за статуса, из-за полномочий, которые им даны, Бог их выделил. И он говорит, я их поставил. Не ты их поставил, не тебя Бог спрашивал, не меня Бог спрашивал. Бог говорит, я их ставлю, я их наделяю, я их на это уполномочил, и я даю им помазание для этого. И поэтому, когда ты подходишь к брату, к сестре в церкви, к которой пару месяцев, и просишь помолиться его, чтобы он наделил тебя чем-то, то, скорее всего, это пустая молитва. Он тебя ничем не может наделить, потому что к его статусу не привязаны ресурсы, а к статусу священства привязаны ресурсы, и влияние, и полномочия. И поэтому, когда священник Божий, которого Бог устанавливает в определенной церкви, в определенном служении, ты приходишь к нему и говоришь, я хочу в этом двигаться, я хочу вот в этом проявиться. И он достает из недр своих полномочий слова благословляю. И это совсем другая. На этих словах власть проявляется, на этих словах уже государственного уровня власть. Ну, если в кавычки взять. То есть это уже власть авторитета, власть влияния. И он говорит, благословляю, наделяю, высвобождаю. Это совершенно по-другому звучит. Это не имеет ничего общего с обычным благословляю по-братски. Это другой статус. Твоя роспись и роспись президента на определенном документе, это совершенно разные росписи. Совершенно разное власть и влияние имеет человек, которого уполномочило государство принимать определенного рода решения. И поэтому, когда люди говорят, ну, это, наверное, ему пришло не заслуженно. Нет, ребят, это заслуженно. По отношению к его человеческой природе, да. Но Бог нашел, как Павел говорит, Он нашел меня верным на служение. Он нашел меня верным. И поэтому люди, которые входят в статус апостола или пророка, эти люди не входят туда через месяц, после того, как они спаслись. Они проходят определенный путь. Порой в несколько лет, десятков лет. Они проходят путь смирения, путь креста, путь послушания. Они идут в том, что Бог им предназначил. И у них, возможно, будут неудачи. Возможно, вылезет вся их внутренность. И Бог будет разбираться с этим, очищать. Но придет день, когда на этого человека Божьего возложат руки другие, уполномоченные Богом. И провозгласят над ним апостольское призвание, пророческое призвание, служение евангелиста, пастыра, там, учителя. И это произойдет передачей наделения на определенное служение. Но это все в данном контексте заслуженно. Не равняйте эти вещи. Это заслуженно. Ой, да так может любой. Не любой. Не любой. Человек предназначенный и избранный может. Независимо от его ошибок. Независимо от его прошлого. Он сможет, потому что на него упало Божье избрание. Но если на тебя Бог презрел в чем-то другом, а ты хочешь чужую лямку тащить, то, скорее всего, у тебя ничего не получится. И не надо в данном контексте верить в благодать несослуженную. В этом надо верить вот в чем. Что в незаслуженная благодать проявится как милость прощения твоей глупых решений. Идти не в ту сторону, которую Бог тебе показывал, а жить так, как ты сам себе придумал. И в этот момент нужно вовремя покаяться, сказать, Бог, прости, я не ту дорогу выбрал, ты меня вообще в другое вел, ты мне на другое хотел уполномочий, ты мне другие дарования хотел дать, а я сам себе придумал. И третий термин – это сила. И слово «сила» мы… Я вам сейчас зачитаю, как мне про силу высвободил искусственный интеллект. Просто интересно. Сейчас много всяких ботов, этих всяких штуковин. Сила – это физическая или моральная способность преодолевать сопротивление, справляться с трудностями и влиять на окружающий мир. В физическом смысле сила измеряется величиной, способной совершить определенную работу или движение. В моральном плане сила может проявляться как уверенность, стойкость, смелость и способность действовать в соответствии с принципами и ценностями. Вот может все-таки, да? Так емко, так понятно. Получается, что сила – это, если взять вот все рассуждения, я специально несколько мест в Писании прочитал про силу, смотрел, и я бы хотел остановиться на одном из них. Псалом 61, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». «Сила у Бога». Что это такое сила? В контексте благодати сила – это когда человеку передается способность совершить, вот как здесь написано, мне так понравилось, как это здесь написано, совершить определенную работу или движение. как уверенность, стойкость, смелость, способность действовать в соответствии с принципами и ценностями. То есть это определенная способность действовать в соответствии с своими ценностями и принципами, с своими убеждениями. Каждый раз, когда люди просили у Бога, особенно в псалмах, когда люди просили у Бога помощи, они просили помощь о силе. И в контексте их молитвы можно было обнаружить вот что. Что они просили? Выстоять и пройти. Сила им нужна была как крепость, как стойкость, как способность пройти этот трудный, непростой период. Если смотреть на силу в контексте Нового Завета, то это не столько про выжить, сколько продействовать в соответствии с тем, что Бог предназначил. То есть это наделение сверхспособностью человека совершать определенный труд. И в этом смысле силу Бог хочет дать всем нам. Каждому человеку Бог хочет дать силу. Давайте еще одно место прочитаем. Это вернемся в Эфесянам, третья глава. Ой, нет, не третья, а первая. Первая глава шестнадцатого стиха. Апостол Павел молится за церковь в Эфисе. Он говорит, «Не пристану благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моим, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну и Себя на небесах». То есть Он просит вот о чем. Здесь есть три, и одной из них является сила. Первое, что Он говорит? «Я хочу, чтобы вы познали надежду призвания, славное наследие номер два, богатство славного наследия, именно невероятную щедрость и возможности Его невероятных ресурсов». И третье, «Я хочу, чтобы Он говорит, чтобы и как безмерно величие могущества Его силы в нас». Он говорит, «Хочу, чтобы вы знали надежду призвания, богатство славного наследия и Его могущество внутри тебя». Получается, что все мы имеем от Бога это внутри. Но не у всех эта сила раскрыта на полную катушку или активирована. Эти способности даны всем нам. Внутри нас это обитает. Если мы посмотрим на силу, сила это понятие векторное. Однажды мне стало очень интересно, в школе зря не учился. сейчас уже в этом возрасте таком уже прожив жизнь, когда уже кто-то говорит поздно учиться, я понял, что не поздно, и мне какие-то вещи очень интересны. Я стал рассматривать, что такое сила, и один из справочников о силе дал мне такое, ну, не мне, а там написано так, что это понятие векторное, то есть на силе, на значке силы, это по-моему Е такая, и на ней рисуют стрелочку, то есть такую стрелу, и сила это всегда воздействие одного предмета на другой предмет, или одного какого-то человека на другого человека. Вот Серег, можно еще раз, я часто это показывал, сюда, можешь подняться, я часто это показывал, но смотрите, вот Сергей стоит, я хочу оказать на него силу, что я делаю, я его толкаю в соответствии с тем, куда я хочу, чтобы он сделал шаг, если я хочу, чтобы он сделал шаг туда, я его толкну туда, если я хочу, чтобы он сделал шаг туда, я его буду толкать, то есть мое воздействие придает ему направление, Если он меня захочет толкнуть, то он будет воздействовать на меня в соответствии с тем, что он хочет, чтобы со мной произошло. Но сила это понятие векторное, дающее направление. Но еще, спасибо Сергею. Но сила еще, у нее есть так называемая, я не помню как это точно называется, но я простыми словами попробую объяснить. Сила это еще, вот почему нельзя, например, стоять рядом, где едут скоростные поезда или на автобанах, таких больших дорогах, где со скоростью определенной несутся машины. Там нет этих возможностей ходить людям. Потому что когда поезд, например, летит с большой скоростью, вокруг него создается так называемое какое-то поле, притягивающее к себе. Вот почему, например, в метро есть линия, вот здесь, например, поезд останавливается, а вот здесь на определенном расстоянии находится линия, где нужно стоять в ожидании поезда. Потому что если ты будешь стоять очень близко, то когда он летит с определенной скоростью, он тебя к себе притянет. И так получается, что это понятие векторное, но оно еще и создает такое внутреннее, какое-то облако, притягивающее к себе что-то. И когда я вдруг это стал, мне это открылось, я подумал, вау, это же так сильно. Во-первых, Бог хочет воздействовать на меня силой своей. И воздействуя тем, кто он есть, его могуществом, он хочет меня направить в определенном, ну, дать мне толчок двигаться, совершая определенный труд. Он не просто меня толкает с стороны в сторону, он знает цель, куда я должен добраться. У него есть образ того, кем я должен стать и что я должен совершить. И поэтому апостол Павел говорит, я хочу, чтобы для вас это открылось, потому что есть такой момент, когда сила воздействует на меня, чтобы я пришел в движение. И вот есть понятие внешней силы и есть понятие внутренней силы, так называемый закон сохранения энергии. Когда ученые много-много лет назад открыли закон сохранения энергии, что тело вращается само по себе за счет внутренней силы, на какое-то время они перестали изучать силу как внешний источник. Потому что они подумали, что не было никакого внешнего воздействия, а тело само по себе вращается и имеет внутреннюю силу. И таким образом они отвергли, что на все тела, на все вот, ну, все, что было создано, кто-то воздействовал извне. Но через какое-то время все-таки преобладало здравый смысл, и они пришли к выводу, что все то движение, которое активируется внутри, оно было сначала извне. Был извне толчок, который привел в движение внутреннюю силу. Это физика, братья и сестры. Это не Библия, ну, Библия это есть, только чуть по-другому. Но это физические законы, это законы физики. И они до этого добрались. И вот какой вывод. Вывод в том, чтобы ты стал жить той силой внутри тебя, которая Богом заложена, тебе нужно воздействие извне. И данным воздействием извне является Бог. Бог, который приводит в движение твою жизнь, твою судьбу, и он хочет ее активировать. Но также на эту роль претендует и враг, дьявол, князь мира сего. Поэтому Писание говорит, люди жили, Ефесянам 2 глава, люди жили по воле князя, господствующего в воздухе, ныне действующего в сынах противления. И вот ты живешь в определенном районе, в определенном городе, в определенной культуре, и на тебя все эти источники, информационные, примеры, кумиры, мнения, ценности, убеждения, все это на тебя воздействует и толкает тебя в определенный образ жизни. И ты живешь в соответствии с Ним. И ты считаешь, что это норма. И у тебя начинают раскрываться какие-то таланты, которые ты считаешь, что это таланты, которые помогают тебе жить. И ты не отрицаешь Бога. Но потом в твою жизнь приходит евангелист. И человек, проповедующий радостную весть, и говорит, Иисус умер за тебя, простил все твои грехи. Он нам мыло чистил тебя, взял на себя твою вину. Прими его. И ты говоришь, Господь, стань моим спасителем. Я принимаю тебя в свою жизнь. И вот на весь этот гарбич и мусор того, в чем ты жил, вдруг метла Святого Духа заходит. И Бог начинает воздействовать. И весь этот карточный домик лжи начинает трястись по швам. Потому что сила у Бога. Сила у Бога. И Он начинает наводить свой божественный порядок в твоем сознании, в твоем сердце, в твоих эмоциях, в твоей душе. И у тебя начинает... И ты вдруг начинаешь обнаруживать. А это всегда было в тебе. Ты вдруг начинаешь обнаруживать дары, которых ты не знал. Способности, которых ты не видишь. Просто это было, как, знаете, как убраться в кладовке. Там же есть в кладовке что-то, что тебе надо. Но обычно это всегда находится где-то так далеко, чтобы дотуда добраться. У меня Рита любит порядок. Очень сильно любит порядок. Причем по своему откровению. Мой порядок и ее порядок – это разные вещи. Где должны лежать мои вещи? Там, где мне легко и доступно. В ее понятии, мои вещи должны лежать не так далеко, чтобы для меня всегда был квест. Потому что, что оно тут перед глазами все это стоит? Я вчера на конференцию собирался и искал свои ремни. Боже! Я говорю, вот же здесь лежали. Вот, вот, прям вот встал, рукой взял. Я говорю, где ремни? Я убрала. Я говорю, куда? А вот там, под тем... Я говорю, что ты свои туда не убрала? Под тем, там, сям, куда-то с глаз долой. И сердце вон, да? И вот, живя по воле князя, господствующего в воздухе, он так утрамбовал это все, что от божественной от нас. Он так засыпал это все. Все так, там, какими-то этими... понаставил все вокруг, что тебе, чтобы до туда добраться, тебе надо такой квест решить. Столько всего надо пройти. Столько каких-то усилий приложить. Ты говоришь, да, 300 лет. Я же как жил, так и буду жить. Лезь туда. Но Бог хочет, чтобы ты разобрался в этом, потому что тебе нужна сила. Как способность действовать в соответствии со своими ценностями и принципами. А теперь у тебя принципы жизни стали другими. И тебе надо раскопать в себе эти дары. раскопать в себе эту силу, раскопать эти способности в себе. Добраться до туда. Да, это пройдет, возможно, не один день, не два дня, не три дня. Месяца будут уходить. Пока до тебя доберется и дойдет это откровение, что ты благословен Богом, что у тебя столько всяких невероятных способностей, талантов, умений, которых ты никогда не обращал внимания, которых ты никогда не думал, что это тебя каким-то образом даже прокормит или откроет для тебя какие-то возможности, какие-то перспективы даст. Я молюсь, чтобы Дух Святой пришел сегодня в нашей кладовке и убрал весь мусор и все преграды, и все эти, и весь этот вот настроенное все это вот. У нас некоторые вещи лежат в чемоданах. Я наш Дрите говорю, Рит, давай подпишем. Чего в каком чемодане? Она говорит, ну, наверное, это нормально, но она по-своему что-то сказала, ну, сказал, нафиг тебе это надо, упрощая. Мне вот эта идея всегда нравится. Она говорит, мне надо найти вещь, достань мне это чемодан. Я говорю, какой? Ну, в каком-то из них. Как вы думаете, Бог женщина или мужчина? Вот когда ты три-четыре чемодана стащил оттуда, то ты думаешь, что Бог мужчина. Потому что у него в этом смысле все проще. Где-то в чемодане, который где-то там... Сейчас она чемоданы на чердак засунула. Это вообще квест. Я теперь даже боюсь представить, когда скажут, мне надо. Вот там где-то. Так вот, я верю, что с Богом чуть по-другому. Дьявол, конечно, хочет все это вот так заставить, спрятать. Но Бог хочет, чтобы ты до этого добрался и раскрыл, и увидел. Так вот, какой вывод я хочу сделать из всего услышанного? Власть – это что-то, что внутри человека, как способность разрешать или запрещать. Она при рождении вложена как право выбора, как свободная воля. Она уже внутри человека. Ты ее не заслужил. Она тебе дана. Не потому, что ты хороший или плохой. Просто дана. Дано – это право. Это невероятное право. Свободной личности. Но от того, какие ты принимаешь решения, пользуясь этим правом, зависит, как далеко ты пойдешь и что ты совершишь. И как тебя запомнят твои родные, близкие, знакомые или люди, которые с тобой соприкасались. Какая у тебя будет репутация, какое будет у тебя имя. Что будут говорить клиенты, которым ты что-то совершил. Что будут случайные люди, коллеги по работе или просто соседи. Что они будут тебе говорить? Это все находится в руках твоей власти. Власти в данном случае – это те решения, которые ты принимаешь. И нельзя к этому применить термин «незаслуженно». Это естественно. Дано всему человечеству, всем нам. Следующее. Бог дал нам способности. И многие из них, они уже вшиты в нас, уже заложены. Какие-то раскроются или передадутся через возложение рук уполномоченных людей. Какие-то способности, они будут даны, как сверхъестественное наделение. И в данном случае сказать, что это тоже прям все прям незаслуженно. Я бы побоялся применить этот термин как абсолютную истину, что именно так. Не совсем так. Прямо сейчас, в этот период жизни, ты как человек, имея круг людей определенных, с которыми ты знаком, с которыми у тебя есть какое-то сотрудничество, общение. В определенные дни, традиции, праздников кому-то ты даришь подарки, а сотни миллионов людей в обиде на тебя, что ты им ничего не подарил. Но это же понятно, ты их просто знать не знаешь. И в данном случае сказать, что подарок это что-то незаслуженное, нельзя так сказать. Поэтому, когда мы говорим о сверхспособности, о силе, которая раскрывается внутри человека, как способность совершать что-то в соответствии с принципами и ценностями, это нельзя сказать, что это незаслуженно. Прямо в прямом виде ты ничего не делал, а это тебе дано. Нет. Тебе надо как минимум быть в семье. Тебе надо быть как минимум в кругу тех, с кем знаком Бог. И Павел пишет это послание к церкви, к которой он служит. Поэтому сотни людей, миллионы людей сейчас без подарков Божьей любви. Потому что они отторгли, оттолкнули. Может ли Бог им подарить? Да. Готов ли он их наделить чем-то? Да. Но нужно, чтобы они сделали шаг. А это уже не совсем незаслуженно. Это значит, уже есть какое-то усилие, какое-то действие, чтобы это получить. И есть третий уровень, который тоже не совсем связан с незаслуженно. это уровень полномочий. Это высокий уровень доверия Бога. Верных малым Бог поднимает и возводит в определенный статус того избрания, которое Бог хочет возложить на этих людей. Полномочия это заслуженно. Это наделение. Это передача человеку определенного сверхспособности и той атмосферы и того облака славы, которое будет двигаться через этого человека. Например, вокруг дара евангелиста собирается невероятное облако, чтобы дар чудотворения, дар исцеления, дар убеждения. Там множество таких сверхъестественных вещей. Поэтому мы удивляемся, почему этот проповедник выходит на сцену, собирает стадионы, говорит простую вроде проповедь, которую мы сотни раз слышали и на его призыв отзываются. Тысячи людей бегут к алтарю и принимают Иисуса как Христа и Спасителя. А другой человек годами ходит, убеждает, заставляет, что только не делает и мало кто спасается. А у этого спасается. Уполномочен это дело. Почему-то люди удивляются, почему один может строить церковь, а другой говорит, да это легко. И он тоже что-то пытается открыть свое. И начинает там какую-то движуху, а у него ничего не получается. И те даже люди, которые в первые моменты сказали, мы с тобой, разбегаются от него. Нет полномочий, нет помазания, нет этого. а это значит, что это тоже не совсем прямое незаслуженное. Это связь, это доверие, это развитие, это послушание, это определенные шаги по разным ступеням, переход от веры в веру, от славы в славу. Верного в малом Бог хранит. Верного в малом, вернее, Бог ставит над многим. Твердого духом Бог хранит. И ты поднимаешься и поднимаешься. И это поднятие, это тоже благодать. Но она заслуженная. Благодать, это не просто про незаслуженное. Это многие вещи в благодати даются, заслужив или сделав правильные решения и проявив свою верность. Давайте мы помолимся сейчас, чтобы Бог наводил в нас порядок. Но вот о чем больше всего я хочу молиться. возможно твоя кладовая она захламлена неверием, мнением других людей. Она захламлена теми сложными алгоритмами в твоей голове, что это все так сложно, что это все так непросто. Пусть Дух Святой сейчас у каждого из нас это кладовая, это наша то, где все то, кем Бог видит нас, оно должно проявиться. И возможно, там есть какие-то лживые убеждения, какие-то страхи, какие-то сомнения, какие-то, знаете, из неудач, примеры, и власть этих неудач, она висит, как дамоклов меч, и все время кричит, ты не получишь, ты не можешь. И пусть в данном случае проявится Его благодать, освобождающая нас от этого. Во имя Иисуса Отец, мы все помазаны этим первоначальным уровнем. Нам всем это дано, быть людьми, обладающими сверхсилой и твоих способностей, совершать определенный труд, создавать определенное движение в соответствии с нашими ценностями, нашими убеждениями и принципами. Дай нам, Господь, увидеть все то, что еще не раскрыто. Активируй нашу силу, активируй наши дары, активируй нашу благодать, то, кем нам стоит стать на этой земле, что нам стоит совершить. Помоги нам, Дух Святой, пусть благодать на благодать придет, пусть сила раскроется, его могущество в нас раскроется. Пусть каждый из нас, он сделает скачок веры и прыгнет в новое, прыгнет в новый уровень силы, новый уровень способностей, который раньше ты не замечал за собой. Пусть это начнет проявляться, пусть это ускорение придет, пусть ты доберешься в этом квесте до этого чемодана, где упаковано, где уложено, где уже есть полный комплект, снаряжение тебя совершать определенный труд во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Ты знаете, как, когда ты приближаешься лета и вдруг ты говоришь, все, мы едем на море, и когда-то где-то ты покупал ласты, маску, и такой, где же эти, вот я чувствую пророчески, я прямо увидел это внутри, тебе пора лезть в свой чемоданчик, и доставать то, что ты давно не доставал зимой, и то, что ты считал, что это тебе уже не пригодится. Пусть Дух Святой побудит кого-то, кто однажды изучал или играл на музыкальных инструментах, доставай свой саксофон, гармонь, гармошку губную, не знаю, что еще, ну, то есть, кто-то, кому-то надо в чулане своем раскрыть этот, как называется, на чем рисуют, как он, как это, мольберт, доставай свои краски, мольберт, холсты, начинай вновь писать, начинай, доставай, кому-то стоит достать эту электрическую мясорубку, начинай лепить пельмени, Дух Святой, мы просим тебя во имя Иисуса, во имя Иисуса, благодать на благодать, аминь.